Здравствуйте! Это суть дела. Лоскутное одеяло макроэкономической статистики, которое старательно вышивают Росстат и Минэкономразвитие, продолжает трещать по швам и распадаться на отдельные, не связанные между собой куски. Российская экономика начала 2020 год с обвального падения грузовых перевозок по железной дороге. Общий показатель грузооборота рухнул на 5,1% на фоне двузначного спада в перевозках сырья и промышленной продукции. За месяц с железными дорогами погружено на 11% меньше каменного угля, на 3,9% меньше нефти и нефтепродуктов, на 2,3% меньше химических и минеральных удобрений, перевозки лесных грузов обвалились на 14%, зерна почти на 22%, промышленного сырья и формовочных материалов на 15%. Январский показатель для РЖД стал вторым худшим за 7 лет статистики. Сильнее на 5,1% грузоперевозки падали только в июне прошлого года. На отрасли, по всей видимости, начинает сказываться китайский эффект, отмечает известный экономист Кирилл Тремаса. Оценить масштаб этого эффекта можно будет только спустя несколько месяцев. Однако в том, что он усилится, сомнений нет. Китай – второй по объему внешнеторговый партнер России после Евросоюза. За январь-ноябрь Федеральная таможенная служба зафиксировала сделки на 98,7 миллиарда долларов против 268 миллиардов с Евросоюза. Вспышка коронавируса уже привела к тому, что ряд контрактов находятся на грани неисполнения. Жесткий режим карантина введен по всей территории Китая, особенно в тех городах, где наблюдаются очаги и вспышки коронавируса у населения, что, в свою очередь, отражается на торгово-экономической составляющей. Неисполнение контрактных обязательств грозит тем, что валютная выручка не будет поступать на счета российских компаний, и они подвергнутся определенным административным наказаниям, в том числе штрафам в соответствии с законом о валютном контроле. Но по итогам третьего квартала, согласно Росстату, рост российской экономики ускорился почти вдвое, с 0,9% до 1,7%, а в октябре вышел на рекордное в этом году 2,2%, сообщает Минэкономразвитие. Добыча нефти упала на 1,2%, газа на 4,1%, а общий промышленный рост ускорился за счет фабрик и заводов, обрабатывающего сектора, которые нарастили выпуск на 3,7%. С двузначной скоростью, согласно Росстату, подскочило производство компьютеров, медицинского оборудования, автобусов и локомотивов. На 6,6% выросло производство продуктов питания, на 7% бензина, почти на 10% удобрений. Не ясно только одно, куда делись все произведенные промышленностью товары. Динамика перевозок – это очень хороший индикатор реального уровня деловой активности в российской экономике, говорит Кирилл Тремасов. Согласно Росстату, коммерческий грузоопород сокращается весь год, что ставит под большое сомнение показатели промышленного роста. Получается, что промышленность де-факто работает на склад. Внутренний спрос сжимается из-за низкой покупательной способности населения, реальные доходы которого остаются на 9% ниже до кризисных уровней. А по экспортным заказам бьют торговые войны и замедление мировой экономики. В результате российская экономика оказалась в ситуации ускоряющейся промышленной дефляции. Предприятия вынуждены снижать цены на продукцию. Причем это касается не только экспортеров, завязанных на котировке мировых сырьевых рынков, но и обрабатывающей промышленности, работающей на внутренний спрос. Еще один индикатор, который ставит под сомнение промышленный рывок – это спрос на рабочую силу. В октябре потребность в работников, количество размещенных вакансий на бирже труда, снизилось на 0,8%. В сентябре было 0,4%. Годовая динамика этого показателя ушла в отрицательную область впервые с весны 2016 года. А переход этого индикатора в отрицательную область всегда являлся предвестником кризиса в экономике. В общем, для того, чтобы манипулировать статистикой, тоже нужны профессионалы. Это была суть дела. Все будет хорошо в исторической перспективе. Редактор субтитров А.Семкин